Всем привет! Давно не слышались, не виделись. Сегодня будет видео об очередном творении моего хорошего знакомого Игоря Всяких. В этот раз Игорь сделал очередную вещь, которая меня опять же потрясла. Не только качеством исполнения, формой и всем остальным, но и, как всегда, просто потрясающие ножны. В общем, сегодня речь пойдет о такой, скажем, более благородной зарисовке на тему Apple Gate Smatchet. Это вот есть такие кинжалы, сейчас их делает Гербер, делает их Бокер, Apple Gate. В общем, во время Второй мировой войны англичане использовали такое боевое мачете на базе этого кинжала, которое тоже разработал Apple Gate. В общем, похоже на такую большую теннисную ракетку. Но уже в 90-х годах уже было сделано нечто среднее между кинжалом Apple Gate и вот этим вот Smatchet. Назвали это дело Tactical Smatchet. В исполнении Игоря это выглядит примерно вот так вот. В общем, как всегда, просто потрясающие по изготовлению ножны. С тиснением, крашеные специальной морилкой для кожи. В общем, вот такая вот, такой приятный цвет. Это дело вот все вот так аккуратно, такое очень качественное прошитие. Здесь вот такое тиснение. Тут что-то вроде дракона. Вы посмотрите, насколько очень аккуратно сделано. И ремешок как сделан застежкой. И насколько хороша подгонка, что он нигде не болтается, не хрустит, ничего. Игорь еще сделал вот такую штуку. Как бы он любит всегда делать из остатков кожи, ну, какие-то такие фенечки, скажем так, с таким же тиснением, как и здесь на ноже. Это не то, чтобы это вешать сюда, на темлячок. Но, тем не менее, в общем, это все кожа, все та же самая. Ну, и теперь поговорим больше о кинжале. Значит, вот такая вот застежечка у нас. Вот так все аккуратно выполнено. Нет, это не спайдырка, это не спайдер-холл. Такая штука есть на оригинальном. В общем, вот такой вот, вот такой вот кинжальчик. Вот так вот он сидит в руке. Он обоюдоострый. Очень хорошо заточен. На кинжальчике сделан сатин. Сталька у нас 440С. Заточена очень отлично. Каленая примерно на 58 единиц. Берем мы ее все время в одном и том же месте. Я привожу Игорю стальку. Ну, Игорь из них делает всякие чудные поделки. Здесь в обухе 5 мм. Вот такой вот интересненький кинжальчик. Значит, в этот раз мы обошлись без вставок из красной фибры, чтобы не делать все время одно и то же рукояткой. Это вот, может быть, кто-то видел на канале. Я делал рукоятки для Сергея из Москвы на клинок Бирюкова. В общем, он мне присылал классную такую деревяшку. И вот остались обрезки, потому что деревяхи были такие здоровые. У меня их попросил Игорь, я ему отдал. И были вот обрезочки зеленой мекарты. Ну, вот Игорь вот так их очень интересно состыковал. Супер. Перед тем, когда нож был заточен на черновую, мы успели порубить им мясо. Как раз там, где работает Игорь, в том резали свинью. И, в общем, мы попробовали, скажем так, окропили кровью его. В общем, по мясу он работает вообще великолепно. Такой обоюдоострый. Очень такая мощная штука. Одним словом смэчит. Смэчит переводится как, я не знаю, секач, что ли. Не знаю, как более правильно перевести. Ну, в общем, вот такая вот интересная штука. Такое вот замечательное изготовление. Что ножен, что самого клинка. Ну, как бы, не знаю. Я, когда увидел этот проект, думал, что будет очень интересно. Ну, вот мы уже видели и титановый нож от Игоря, и нож-жнец. Вот. А это мы назовем Tactical Smatched. В общем, вот такие пины. У меня то, что вы видели, именно Игорь учил меня делать вот эту штуку. Это его фишка. Он меня научил, как это делать, что с чем мешать, чтобы была вот такая черная заливка. Но только здесь у Игоря еще, если вы посмотрите, еще и прутки из нержавейки стоят. Так что тут вообще высший пилотаж. Рукоятка не... ничем не лаком, ничем нет. Это все просто пропитано маслом и отполировано самой мелкой наждачкой. В общем, качество изготовления вы сами видите. Тут тоже вставная вот эта латунная трубочка. В общем, нож в руке сидит просто очень удобно. И Игорь, пока я его точил, дважды порезался. Поэтому я тоже так очень с опаской к нему. Поэтому вот. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok